Следующий докладчик из Санкт-Петербурга Павленко Андрей. Результаты лечения пациентов после тазовых эвесцераций по поводу местно распространенного рака прямой кишки. Позвольте мне поблагодарить организаторов за возможность выступить на столь высоком хирургическом форуме. Спасибо вам за приглашение. Я попытаюсь достаточно коротко рассказать вам о нашем опыте лечения пациентов с местно распространенным раком прямой кишки. На самом деле хочу попросить вас строго не судить меня, потому что окончательная концепция этого доклада сформировалась только полтора часа назад, поэтому я буду, можно сказать, импровизировать, поэтому строго меня не судите. Надеюсь, бить не будете. Это наш диспансер. Находится он в самом центре Санкт-Петербурга, в старинном здании. Напротив него есть сквер, и в этом сквере стоит памятник великому русскому писателю Некрасову Николаю Алексеевичу. Этот писатель, к сожалению, в 1876 году заболел раком. И это весьма символично, его нахождение именно в нашем центре, рядом с нашим диспансером, потому что у него развелась местно распространенная опухоль прямой кишки. Вот как описывает известный хирург Слифосовский то, что он обнаружил у Некрасова. В окружности верхней части прямой кишки находится опухоль величиной с яблока, которая окружает всю периферию и, вероятно, причиняет ее приращение к крестцовой кости, отчего эта часть кишки неподвижна. Соответственно, месту этой опухоли находится весьма значительное сужение кишки. Сужение кишки весьма значительно так, что верхушка пальца едва в него проникает. К сожалению, спустя полтора года Некрасов в мучениях умер. Это было, к сожалению, на тот момент неизбежно. Вскрытие производил известный анатом Грубер, который на вскрытии, на секции нашел местно распространенную опухоль, занимающую практически всю полость малого таза, с распадом, образованием тазового абсцесса и флегмоны таза. При этом не было обнаружено ни одного отдаленного метастаза ни в одном органе. Это как нельзя лучше описывает истинную местно распространенную опухоль прямой кишки, то, о чем мы будем с вами сегодня беседовать. Я бы хотел привести слова достаточно известного специалиста по химии лучевой терапии, это Глимелиус. Он говорил о том, что несогласованности в тактике лечения местно распространенного рака прямой кишки гораздо меньше, чем несогласованности в определении предмета дискуссии. Неоднозначность полученных результатов, в том числе в рандомизированных клинических исследованиях, связана прежде всего с неоднородностью опухоли. Обратите внимание, Т3. Еще одно экспертное мнение, это достаточно известный американский хирург Анджелита Хаббергама. Она описывает таким образом местно распространенный рак. Это опухоль, которая не может быть резицирована без высокого риска оставления микро- или макроскопически различимой опухолевой ткани в связи с растанием или фиксацией опухоли к мезоректальной фасе. Обратите внимание тоже на это. Давайте посмотрим, о чем они говорят. Вот схематично представлена опухоль Т3. Они говорят о местно распространенной опухоли до мезоректальной фасции и называют это местно распространенным раком. Мы прекрасно знаем сейчас, как поступать с такой категорией пациентов. В первую очередь он пойдет к радиологу, получит длительный курс химии лучевой терапии и с большой долей вероятности произойдет даунстейджинг, даунсайзинг, то, о чем мы хорошо знаем. И нам удастся с вами выполнить нормальную операцию, органосохранную, в объеме Т3, тотальной мезоректомектомией. Даже если мы не получим хорошего ответа на химии лучевой терапию, у нас всегда есть резерв. Паритальная фасция таза, экстрафасциальный подход. Мы всегда можем уйти на один уровень глубже и также получить негативный латеральный край резекции, при этом сохранив все соседние органы. А что делать с такими пациентами? Вот это, на наш взгляд, и есть истинно местно распространенная опухоль. И, к сожалению, подходов единства в лечении этих пациентов нет. Занимающая весь малый таз, по данным МРТ, часто выходящая за пределы, скажем так, покровов кожных, и после изучения макропрепарата занимающая более 15-20 см. Достаточно часто. Что делать с такими пациентами? Кому направлять их? К сожалению, по нашему опыту, радиологи достаточно часто отказывают. Я бы сказал, частота отказов приближается к 100%. В проведении неодевантного химиолучевой терапии таким пациентам. Химиотерапевты также берут их неохотно. Давайте рассмотрим, почему. Это характеристика нашего опыта. Мужчин было гораздо меньше. К сожалению, женщинам не повезло. 75% женского пола. Первичные пациенты с первичными опухолями встречались довольно часто. Это 87%. Средний возраст не такой старый, 60 лет. Чем же характерна местно распространенная опухоль? Чаще всего, в подавляющем большинстве, это осложненная опухоль. Мы видим, что почти в 20% это межорганные свищи, кишечная непроходимость, кровотечение, анемия, гидронефроз, тазовый абсцесс, болевой синдром. К сожалению, это все заставляет пациента, приводит его в состояние, которое часто бывает непригодным для проведения любого наодевантного лечения. Можно ли сравнивать эти две категории пациентов? На наш взгляд, нет. И при одинаковом, скажем так, при одинаковом названии это все-таки разная категория, и относиться к ним нужно тоже по-разному. Давайте немножко истории. В 1948 году была выполнена, вернее опубликована первый опыт выполнения тазовых эвесцераций, опубликовал их Бруншвик. Достаточно долго, то есть уже более 60 лет эта операция существует и достаточно хорошо изучена в настоящее время. Большую долю, скажем так, в изучение этой проблемы внесли ваши коллеги из Киева, из Института Рака, Кикоть и Кононенко, которые аж в далеком 1987 году уже выпустили методические рекомендации с подробным описанием техники и результатов лечения таких пациентов. Немножко статистики. Вы видите, что данные очень разнородные, данные и результаты совершенно разные, от 2,6 до 26% летальность, при количестве осложнений от 24 до 100. Пятилетняя выживаемость также очень сильно разнится. 49%, 60% у кого-то вообще не было выявлено пятилетней выживаемости. Теперь немножко подробнее о том, с чем мы имеем дело в нашем диспансере. К сожалению, мы имеем очень печальную статистику. 60% пациентов, которые поступают к нам в клинику, имеют опухоли Т3-Т4. И кроме этого, мы имеем порядка 5-7% локориагонарных рецидивов после предыдущего лечения. Около 6-8 пациентов из когорты Т3-Т4 имеют на момент поступления признаки инвазии в соседние органы. Это может быть либо истинная инвазия, или это псевдотуморозное воспаление. Мы видим, что по нашим данным морфологическое исследование окончательно выявило, что в 22% у пациентов не было истинной инвазии, но была выраженная параконкорозная реакция. Немножко о эвесцирациях, о том, что это такое. Тотальное удаление органов малого таза до диафрагмы таза называется надлеваторной эвесцирацией, вместе с диафрагмой таза – инфраэлеваторной эвесцирацией. У женщин возможно выполнение так называемого варианта задней весцирации, также инфра- и супралеваторной. Необходимый диагностический минимум до того, как мы примем решение о выполнении такой количественной операции. Это колоноскопия с верификацией и обязательным многихимическим типированием опухоли, фиброгастроденоскопия, спиральная компьютерная томография. В принципе, всё достаточно банально, так как делается наверняка в большинстве центров. Какие показания к первичной эвесцирации? Это наличие межорганных злокачественных свящей или верификация карциномы толстокишечного типа из просвета соседнего органа. То есть это то, что совершенно чётко, объективно говорит нам о полном прорастании стенки соседнего органа. Это безусловное показание. МРТ признаки обширного врастания в стенку соседнего органа, когда радиолог говорит нам совершенно точно, что здесь речь идёт о истинном врастании в стенку органа, и мы не можем никаким образом, скажем так, уже отойти, получить край резекции негативный без резекции соседнего органа. Обязательным условием, на наш взгляд, для выполнения висцерации является возможность выполнения R0 резекции. Это включает в себя возможность резекции сосудов магистральных с их протезированием и резекции креста. К сожалению, у нас опыта резекции креста нет, но я знаю центры, в которых это делают. Кроме этого, безусловно, имеет значение функциональная переносимость этой большой калечащей операции. Тем не менее, есть пациенты, о чём мы уже говорили, у которых определяется миграция стадии, то есть они в дальнейшем после морфологического исследования попадают всё-таки в когорту Т3. Что делать, если у нас нет полной уверенности в истинной инвазии? Скорее всего, мы приняли для себя такое решение, что этих пациентов необходимо лечить в несколько этапов. На первом этапе это лапаротомия или лапароскопия и колостомия. Вторым этапом выполняются 2-3 курса максимально агрессивной химиотерапии к селирии плюс возможное присоединение таргетного препарата. И третий этап это рестадирование, выполнение спиральной компьютерной томографии, МРТ и с возможностью дальнейший second look operation при отсутствии признаков прогрессирования или нерезектабельности опухоли. Таким образом, этот подход был внедрён нами только совсем недавно, в 2013 году, когда мы оценили результаты и поняли, что пациенты 22% неистинного прорастания всё-таки слишком много, надо с этим что-то делать. И следуя этой технике, у нас у 4 пациентов из 7 констатировано обратное развитие воспалительного инфильтрата. Им удалось выполнить органосохранные операции. Каких принципов мы придерживаемся при, скажем, оперируя таких пациентов? Это ранний выход на магистральные сосуды малого таза с целью осуществления проксимального их контроля. Экстрафасциальный принцип выделения места наибольшей фиксации опухоли в тазу мобилизуется в последнюю очередь. И при необходимости для увеличения мобильности опухолевого инфильтрата мы выполняем перевязку внутреннего подвздошного сосудистого пучка. Кроме этого, безусловным условием для выполнения в настоящее время этих операций является наличие в центре современных электрохирургических платформ, которые значительно сокращают кровопотерю. Это немножко данных. Интероперационное кровотечение почти в 10%. Основные проблемы возникли у нас с обработкой внутренних подвздошных сосудов, чаще всего вен, которые, как правило, бывают расширены и извиты, крайне извиты. Средняя продолжительность операции была порядка 186 минут. Максимально мы оперировали 6,5 часов. Минимально в настоящее время сейчас обыкновенная технически неосложненная висцерация занимает у нас 2,5 часа. Перевязка внутреннего подвздошного пучка, о чем я говорил, мы делали в 27% случаев. У нас, к сожалению, в клинике нет селсейвера, поэтому нам приходится оперировать очень аккуратно. И, как вы видите, объем кровопотери более 2 литров у нас был только у одного пациента. В данных литературы мы встречали среднюю кровопотерю до 17 литров. В одном случае мы делали протезирование левой общепоздушной вены. Средний койкодень составил 25, что немало. Но, тем не менее, это характеризует тяжесть операции и тяжесть этой когорты пациентов. Какие результаты? Как часто мы делали какие операции? Тотальная висцерация была почти в половине случаев, в 39 пациентах. Из них в 14 случаях тотальная инфраливаторная. И в 33% тотальная надлеваторная висцерация. Задняя надлеваторная. Вы видите данные, не буду подробно останавливаться. И у 5 пациентов, которым выполнялась задняя висцерация, мы выполняли сегментарную резекцию мочевого пузыря. То есть эта операция носила характер комбинированный. Осложнения встречались в 45,7%. Основные, наиболее грозные осложнения – это перитонит, который развился у 10 пациентов, что составило 12%. К сожалению, 5 пациентов после развития такого осложнения погибли у нас. Апостоматозный нефрит и тяжелый сепсис был у одного пациента. Он тоже погиб от сепсиса. Вы видите данные. Хочу остановиться немножко на атонии мочевого пузыря. Практически все пациенты, которым были выполнены задние экзентерации с сохранением мочевого пузыря, страдали от этого осложнения. Релопротомии были выполнены у 14 пациентов. Умерло 8. Летальность составила почти 10%. Причины смерти вы видите. Это очень важная таблица. Обратите внимание, это то, с чего я начал свой доклад. Более половины пациентов имеет вторую стадию по данным окончательного гистологического заключения. То есть это не просто потенциально курабельные, а абсолютно имеющие все шансы на 5-летнюю выживаемость. Хотел немножко остановиться на кумулятивной выживаемости у этих пациентов. К сожалению, данные только по декабре 2013 года. У нас в декабре 2014 года произошло обновление программы популяционного консерегистра Ленинградской области. К сожалению, оно пока не закончилось. Я надеюсь, что через пару месяцев у нас будут более актуальные данные. Но вы видите, что, к сожалению, палиативные операции, которые мы выполнили, они имеют крайне низкую онкологическую эффективность. То есть здесь представлена 3-летняя выживаемость, не более 10%. Немножко подробней. Р1-Р2 резекция. Никто не пережил 2-летний порог. Метастазы в печени наиболее перспективная группа пациентов, потому что при возможности выполнения либо одномоментно, либо вторым этапом выполнения резекционного вмешательства на печени с R0 ситуации, они живут более 5 лет. У нас 3 пациента, которые в настоящее время нами наблюдаются и живы более 5 лет. Карциноматоз брюшины, к сожалению, только двое прожили более 1 года. Я не знаю, есть ли возможность выполнять у таких пациентов ХИПЭК, но, видимо, это вопрос для дальнейшего исследования. И несколько пациентов были потеряны у нас, скажем так, в рамках наблюдения. Это кумулятивная выживаемость радикальных операций. Вы видите, что она значительно лучше. И 5-летняя выживаемость составила 35%. Я думаю, что по данным современного среза, эта кривая будет несколько выше и составит около 40%. Это классические фотографии операции после тазовых эвесцераций. Это тотальная эвесцерация была выполнена. Вы видите визуально, как выглядит экстрафасциальный подход. Это выполнение задней экзентерации и демонстрация того, как мы решаем проблему пустого малого таза. Какие выводы можно сделать? Радикальная эвесцерация малого таза должна являться стандартной операцией в арсенале хирурга-онколога. Выполнение тазовых эвесцераций в опытном центре позволяет достичь адекватных показателей непосредственно отдалённой выживаемости. Нас вчера очень гостеприимно приняли в красивейшем городе Киеве. Это фотография монаха Агапита, который интуитивно лечил больных достаточно хорошо и не имея никакого медицинского образования. Если сравнить ситуации с местно распространёнными опухолями прямой кишки, мне кажется, мы приблизительно на уровне Агапита. Почему? Потому что в настоящее время нет единых взглядов на лечение больших местно распространённых опухолей прямой кишки. Более того, нет единства в понимании, что такое местно распространённая опухоль. Нет общепринятых протоколов исследования макропрепарата для оценки качества хирургического лечения для выделения когорты пациентов с высоким риском рецидива, которым возможно было бы проведение химио-лучевой терапии в адевантном варианте. И, к сожалению, нет общепринятых протоколов адевантной терапии. К сожалению, много нет. Есть мы, есть, к сожалению, эти пациенты, которых необходимо лечить. Спасибо за внимание. Спасибо за доклад. Уважаемые коллеги, в связи с тем, что гала-ужин переносится на 18.30, у нас есть возможность задать докладчику несколько вопросов. Пожалуйста, у кого есть вопросы? У меня вопрос. Ну, первое, те, кто оперировали таких пациентов, прекрасно знают самую, наверное, тонкую и сложную историю во всех этих вмешательствах. Это при тотальной висцерации, деривация мочи. Совершенно верно. Я не стал об этом акцентировать внимание, но в большинстве случаев мы выполняли деривацию мочи по брикеру, потому что, на наш взгляд, оптимальным является резервуар низкого давления, максимально короткий, как это можно было для того, чтобы профилактировать восходящую уроинфекцию. И в пяти случаях была выполнена уретерокутаностомия в связи с крайне истощенным состоянием пациента. Трем из них в дальнейшем, при отсутствии прогрессирования, нам удалось выполнить вторым этапом деривацию также по брикеру. А не было у Вас при тотальной висцерации попыток деривации мочи в сигмостому? Был один майнс-пауч-2 во второй модификации. Майнс-пауч-2, совершенно верно. У одного пациента это незначимый опыт, к сожалению, но мы не очень часто используем такие варианты. Спасибо. Можно вопрос тоже? Да, пожалуйста. Андрей, очень интересный доклад, очень понравился, и я общаюсь с Вашими рецептами. Потому что буквально я знаком с детства, знаком с проблемами экзентерации, занимался мой отец. Занимался, и большое спасибо, очень приятно было видеть его статистику. Но чаще экзентерации делались, конечно, по поводу рака шейки матки. У меня такой вопрос. Скажите, пожалуйста, какова будет Ваша тактика в том случае, если у Вас есть осложненный больной, допустим, это свищ, выведена колостома, у Вас проведена неоадювантная химиотерапия, но на этой неоадювантной химиотерапии больной запрогрессировал. Пойдете ли Вы все равно на какую-то санирующую операцию, и есть ли такой опыт? Второе. Хочу Вас спросить, какова Ваша тактика в том случае, если, допустим, у Вас есть местно распространенный рак толстой кишки в тазу, и есть метастазы в лимфоузлы, но нет отдаленных метастазов в какие-либо органы. Прогностически это не очень хорошая группа пациентов, и как Вы ведете себя тактически в этой ситуации. И третий вопрос. Почему были перитониты? Спасибо. Спасибо. Спасибо за такое большое количество вопросов. Это характеризует интерес Ваш к нашему докладу. Попробую вспомнить и ответить на все. Первый вопрос был в отношении местно распространенного рака шейки матки, который прогрессирует на фоне проведения лучшего... А, прямой кишки. Если мы не проводим лучевой терапии, мы проводим только химиотерапию, и на этом фоне у нас не было прогрессирования, потому что срок между началом нейлодиуматного лечения и операцией не очень большой, потому что мы максимально активно пытаемся лечить этих пациентов. Может быть, это неправильно, но мы пока не знаем, мы находимся на пути поиска оптимального варианта лечения. Поэтому, ну вот, если Вас устроит такой ответ. Второй вопрос был в отношении лимфоузлов. К сожалению, это бывает, и в нашей статистике это не так часто всего. У 30 пациентов на круг вышло наличие метастазов в лимфоузлах. Это и третья, и четвертая стадия на круг получилась. Но не оперировать их мы не можем, потому что наличие таких осложнений, которые я Вам представил, делает, скажем так, пациентов глубокими инвалидами и без операции. Поэтому, да, дюкс-Ц, к сожалению, это прогностически очень плохой знак, мы все в этом знаем, но третью стадию никто не отменял, что ее нельзя оперировать. Это второй вопрос, и третий вопрос был в отношении перитонитов. Я могу вернуться, показать Вам статистику, или, ну, можно, в принципе, так. Это три несостоятельности уретро-илионастомоза, три несостоятельности илиокондуита, ну, непосредственно перфорации, скажем так, резервуара выведенного. И в двух случаях у нас была значимая с развитием перитонита несостоятельность кулуанального анастомоза. Все по стандартам. При достижении пациентом определенного, скажем так, стабильного состояния, необходимого для одевантного лечения, проводится химиотерапия. Я думаю, что необходимо кооперироваться и проводить хорошие, рандомизированные исследования для того, чтобы понять, какая опция лучше. Мы не знаем пока. Мы находимся в начале пути, можно сказать, потому что сейчас есть понимание о том, что эта проблема достаточно серьезная. И давайте приходить к какому-то консенсусу, потому что он необходим. Вот так. Еще есть вопросы, коллеги? Да, пожалуйста. Более чем в половине случаев имелась вторая статья. Совершенно верно. И в то же время при оценке трёхлетней выживаемости Вы указываете на цифру, приближающуюся к 40%. Совершенно верно. А чем Вы можете объяснить вот такой результат? Местно распространённый характер процесса, большая вероятность рецидива, потому что, по нашим данным, у 24 пациентов после радикальных операций развились местные рецидивы, которые в дальнейшем нельзя было удалить. Это специфика местно распространённой опухоли. Безусловно, именно этой конкорте нам нужно попытаться выявить тех пациентов с высоким риском этого рецидива. Для этого необходима адекватная морфологическая оценка препарата, но пока нет протоколов, которые позволяют нам это делать. Поэтому Вы правы абсолютно, это действительно выживаемость меньше, чем в чистой второй стадии у колоректального рака. Да, пожалуйста, ещё. Я ждал этого вопроса, спасибо. Я попытаюсь объяснить нашу позицию. Учевая терапия, которая должна привести к даунстейджинг, даунсайзинг, безусловно, очень важна для места распространённой опухоли. Но мы видим, что здесь есть определённые ограничивающие факторы. То есть это осложнённая опухоль, которую не берут облучать лучевой терапевты. Безусловно, есть не очень большая, но есть когорта пациентов, которым можно было бы провести неодевантную длительную химию лучевой терапии. Но мы имеем дело с месораспространённым раком или псевдоопухолевой инвазией, или истинной инвазией в соседний орган. Да, у нас будет даунстейджинг, да, у нас будет даунсайзинг. Но мы все прекрасно знаем, что только после чего фиброз, фиксация, скажем так, больного органа к соседнему останется. А понять, что это, либо это фиброз, либо это истинная опухоль, ни один МРТ-специалист не скажет и не отдаст руку на сечение, понимаете. И идти на заведомо, скажем так, нерадикальную операцию, подвергать человека такому риску, я, видимо, думаю, что мы и не имеем права. Спасибо и за доклад, и за ваши вопросы, активное участие в дискуссии. Пожалуйста, следующий докладчик.